Как увеличить продажи на 228% за 3 месяца? Ситуационные впрыски в маркетинг – это таблетка от головы, но системно привести ваш организм в виде бизнеса в хорошее состояние она не сможет. Сегодня мы говорим про то, как работать в социальных сетях и как там построить систему. С одной стороны, все просто. Всегда только потом возникает куча вопросов, а как сделать лично мне. Я вчера по ошибке замесила в мастер-класс на 45 минут две темы, поэтому сегодня мы будем говорить только про соцсети. Но под призмой цифр и воронок продаж. В конце я расскажу, что нужно сделать для того, чтобы получить бонусные файлы участникам сегодняшнего мастер-класса. По большому счету все просто. Нужно будет сделать сторис с моей отметкой, и вам пришлют 5 подарков в директ Инстаграма. Кто ведет воронку продаж в социальных сетях, меня интересует. Не вообще в бизнесе, а в социальных сетях. Кто считает цифры в социальных сетях насквозь от момента охватов до момента совершенной покупки? Так, все руки опустили. Так, один ведет. Хорошо, отлично. С остальными тогда будем учиться это делать сегодня. Пару слов обо мне и почему я здесь вещаю, и откуда весь этот опыт, которым я обладаю. Я, как и вы, предприниматель, поэтому буду обращаться к вам, коллеги. Я также считаю цифры в своем бизнесе, поэтому четко понимаю, где провал и где что сделать сильнее. Я маркетолог номер один фэшн, дипломированный маркетолог, сертифицированный коуч. У меня первое образование управленческое, второе маркетинг и дополнительных кучи образований, в том числе международной ассоциации русскоговорящих коучей. Я с 17 лет, будучи студентом, начала работать в продажах, и поэтому я крутой маркетолог, потому что я умею говорить о маркетинге на языке продаж, и результатом маркетинга считаю успешно выполненные планы по продажам, а не просто какая-то история на тему «я вам запустил таргет, и дальше меня не волнует, что в вашем бизнесе будет». Последних 9 лет я специализируюсь на маркетинге. Я автор трех книг, вернее двух книг, третья в написании. Это книги все для нашей отрасли. Среднюю вы можете заказать сейчас на Литрейсе, на последнюю оформить предзаказ. Я спикер ключевых отраслевых выставок, поэтому вы можете меня видеть где-то кроме Lingerie Show Forum. Ну и спасибо данной площадке за то, что мы с ними долгое время вместе. Я помогала по маркетингу, обучала маркетингу в компании абсолютно разных направлений. Если мы говорим про белье, то в основном это если по производству, то это одежда для дома, отдыха и сна. Чулочно-носочные изделия Hobby Line, они вот там стоят со стендом небольшим в этом потоке. Это компания Den, Марина Чугуевская. Ну вот сегодня у нас новая звезда Галина Бурякова из Энгельса с тремя магазинами, салонами белья в своем городе. Татьяна Печинская у меня училась из Мурманска, опоздала вчера на самолет и решила не прилетать. Ну в общем, есть те, с кем мы работаем. Путь мой достаточно длинный, когда я ушла во фриланс по маркетингу с 2011 года и добралась я до того, что у меня было агентство, потом я диверсифицировала бизнес на обучение и услуги отдельно в 2017 году. И в 2019 году приняла решение, что я буду работать только в фэшн-индустрии, поэтому белье — это одно из направлений нашей отрасли. Фокус моего внимания — помогать вам расти и развиваться, и масштабироваться быстрее, чем вы можете это сделать самостоятельно. Я не умиляю возможности каждого из вас. Уверена, что каждый может прийти в ту точку B, в которую он хочет. Вопрос — сколько вы набьете по дороге шишек и допустите ненужных трат денег. Потому что мне всегда грустно, когда люди отказываются от обучения бизнес-образования у толковых спикеров, пробуют делать все сами, а потом приходят и говорят «Ну, а теперь спасите меня, денег нет, но маркетинг нужно сделать». Вот в таких случаях всегда работать сложно. Поэтому миссия моей компании и меня лично — это помощь предпринимателям в умении производить то, что нужно, качественно это презентовать своему клиенту и продавать. И при этом я искренне хочу, чтобы людей, которые ходят по нашим улицам, если мы говорим про одежду, они были красивыми, яркими, уместно одетыми и сияли изнутри, так же, как сияю я в красивой одежде. Ну а с точки зрения белья, чтобы у них был правильно подобранный бельевой гардероб, и они знали, как говорит Ирина Хакамада, что даже если они одеты в сером монотонном, однотонном костюме, что у них есть какая-то изюминка внутри. Кто хочет, чтобы в 2021 году у вас был стабильный доход, бизнес стал системным, освободилось время на личную жизнь, семью и путешествия, вы четко понимали, сколько денег на маркетинг вам нужно, и вы хотите, чтобы ведение социальных сетей заканчивалось продажами, а не просто постами, сторис и работой ради работы. Поднимайте руку. Так. Хорошо. Супер. Ну вот сегодня мы посмотрим, как в эту точку Б прийти. По большому счету самое важное в социальных сетях, и так как только один человек оказался в зале, кто ведет цифры в социальных сетях, то мы очень много сегодня поговорим на примере конкретного бизнеса, как посмотреть на ваши соцсети под таким углом, чтобы вы поняли, где вы допускаете ошибку. И плюс мы поговорим про тренды и прочее, прочее, но я не специализируюсь на обучении ведению Инстаграм. Я работаю с предпринимателями и учу вас управлять этими процессами. Поэтому я вам не расскажу, как делать сторис, маски использовать и так далее. Я вам расскажу, как этими процессами управлять. Подходит это все и для новичков, и для опытных пользователей. В конце покажу, почему. И помните, что в данном случае, так как вы все сейчас, ну кто-то в опте, кто-то в рознице, выходите на рынок в социальных сетях или активно там пытаетесь развиваться, что небольшой есть маленького, а быстрый обгоняет медленного. И, по-моему, все уже давно убедились, что если вас нет в социальных сетях, то вас нет на рынке. Если вас нет в сети интернет, по большому счету, то про вас знает кто-то из ваших стареньких клиентов, но с течением времени эти клиенты будут отваливаться, потому что в их поле зрения, их обитание ежедневно в социальных сетях, где мы проводим по статистике больше двух часов в день и заходим туда около шести раз в день, будут ваши конкуренты, которые отвлекут внимание на себя и заберут вашего покупателя. Первый вопрос, который я заявляла, это разобраться с тем, кто за что отвечает в компании. Когда я веду тренинги или консультации с клиентом, мы составляем такую сумасшедшую таблицу. Это кусочек таблицы, которую я вчера специально доработала для вас, чтобы вы понимали, что такое система работы в социальных сетях. Когда вы понимаете процессы, вы четко знаете, кто за что отвечает, в какие сроки делает, и это делается регулярно. То есть, например, вы запускаете рекламу, вы запустили ее и тестируете гипотезы, смотрите на результаты. Если она вас устраивает, вы ее просто гоните постоянно, меняя там картинки, креативы, или видеоролики, анимацию и прочее. Если вы запустили посты, и вы видите, что они работают, ваша публика их читает, вы смотрите, кто за это отвечает, генерируете под это фото и текстовый контент, и посты идут системно. Все вроде бы логично. Но процессов, бизнес-процессов внутри ведения социальных сетей, а основная социальная сеть для бельевика, это все равно пока Инстаграм. Хотя мне кажется, с учетом того, что сейчас очень активно Clubhouse куда-то вырывается, прям меня за три дня уже атаковали этими штуками, скоро мы будем в голосовых чатах продавать белье. Что такое ведение социальной сети? На шаге номер один. Вы четко должны понимать, какие у вас есть цели. Почему работа в социальных сетях бывает неэффективна? Вы сами не знаете, зачем вы это делаете. Вот кто четко знает, сколько он хочет вынимать денег из социальных сетей? Ну вот есть план. Хочу вынимать 200 тысяч. Вас трое на зал, четверо. Все остальные ведут соцсети для чего-то. Кто из остальных, кто не знает, чего он хочет в цифрах, знает, зачем он это делает. Но остальные все равно не знают. Самое интересное, что когда мы говорим про предпринимательство, мы говорим про то, что мы зарабатываем деньги. То есть если вы работаете в найме, вам платят зарплату за то, что вы делаете конкретное действие. И иногда даете результат, не всегда. Но когда вы сами предприниматель, вы же должны ставить первую цель в штуках и в рублях. Я хочу сделать оборот в рублях такой-то, полтора миллиона. Распределите это на оффлайн и онлайн. И понять, что из онлайна мне нужно вытащить, допустим, 200 тысяч рублей. И дальше разложить, так называемую декомпозицию сделать. Как вы будете это делать? То есть 200 тысяч в месяц, это 300, проще считать. 300 тысяч в месяц вы хотите вынуть в чистой прибыли. Вам нужно за 30 дней вынимать по 10 тысяч чистыми в день. Вам нужно для этого сделать оборот, допустим, 50 тысяч. И 50 тысяч – это 10 комплектов белья по 5 тысяч рублей. Ну, логично же, понятно, да? Но вопрос, почему мы этого не делаем. Нет цели. Поэтому тот, кто пишет конспект, шаг номер один – поставить себе финансовую цель и посмотреть, сколько нужно предпринять, сделать продаж, чтобы эту цель получить. Дальше. Список социальных сетей, где вы присутствуете. Пожалуйста, не ползите во все сразу. Возьмите одну-две социальные сети, в которой вам удобно и которой вы понимаете. И где вы чувствуете наибольшую отдачу, где вы понимаете, есть ваши клиенты. У многих из вас работают на взрослую публику. Да, Галина? Это явно женщины старше 35 лет, которых вы выявили в своей работе. Ну так женщины старше 35 лет с большей вероятностью в региональном городе могут находиться в одноклассниках, но могут и в инстаграме. И вам нужно посмотреть на полувозрастную структуру вашей целевой аудитории и дальше разложить, в какие соцсети вы пойдете. Потому что ВКонтакте молодежная социальная сеть, и там чуть больше молодых людей. И нужно найти этот баланс. Определить потребности целевой аудитории. Что хотят ваши клиенты? Большинство аккаунтов заточено на то, что мы делаем просто товарку так называемую. Мы просто делаем публикации товар, 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 и людям становится неинтересно. Ну вот каждый день фоткаем комплекты белья, и это скучно. Но когда вы начинаете добавлять туда некий стори-теллинг, то вы получаете другой результат, вовлекая клиента в работу своего бизнеса, интригуя его, обрываясь где-то на каких-то паузах и так далее. Ваши люди в большинстве случаев приходят в инстаграм развлекаться и отдыхать. И вы должны научиться продавать играючи. Определение болей – это то, что останавливает клиента от покупки. Что у него болит? Болит, что размер не подойдет, фотка не соответствует или что-то еще. Потому что по большому счету многие из вас могут продавать на территорию всей страны. И не обязательно только в своем городе везти из онлайна в оффлайн. Потом вы описываете группы своих целевых аудиторий. Понимаете, из этого будет формироваться ваш ассортимент. Мы в понедельник ввели с Татьяной Соколовой, брофиттером номер один в России. Она передо мной выступала. Прямой эфир у меня в инстаграме. У нас есть запись. И она, формируя ассортиментные матрицы для своих партнеров, говорит, что все хотят фэшн, изделия, и везут их на 80% в свой магазин, а по факту не продается это, потому что человек приходит за классным, ну простите, леопардовым комплектом, а покупает бежевый, однотонный, потому что ему нужно под блузу это носить на работу, где есть определенного рода дресс-код. И нужно управлять своим ассортиментом через понимание потребностей и контекстов применения вашего продукта вашим клиентам. Не то, что вы хотите ему продать, а то, что он хочет у вас купить. Анализ конкурентов в соцсетях нужно понимать, рядом с кем вы существуете. Рубрикатор контента. Еще раз повторюсь, товарка и презентация вашего продукта это одна рубрика. Одна. Но кроме этого есть еще много чего интересного. И развлекательный контент, и вовлекающий, информационный, и тренды, и бренды, и так далее, и тому подобное. И пользовательский контент, который вы собираете у ваших клиентов. Проработка контент-плана. Большинство из вас, кто имеет контент-план хотя бы на неделю? Ну вот прям прописанный в табличке, все знают про него. Вот. А кто из всех остальных, кто не имеет, ведет соцсети хоть как-нибудь? И это, скорее всего, хаотично и ситуационно и не приводит к тому результату, который вы хотите. Потому что результата, который вы хотите, вы не знаете. Логично, да? Поэтому контент-план еще один пункт, который нужно сделать. Дальше. Разработка скриптов. Почему мало продаж в социальных сетях? Потому что, когда клиенты к вам приходят, вы на них не реагируете. Кто отправляет приветственное сообщение с попыткой сделки каждому новому подписчику у себя в Инстаграме? Два человека из зала. У вас сидит, ну не знаю сколько, человек 70, наверное. Вы генерируете трафик или он к вам приходит сам, но вы даже не удосуживаетесь ему сказать, товарищ, у меня есть для тебя очень вкусное предложение. Пожалуйста, купи. Подпишитесь на мой Инстаграм, у вас сразу пришлют марафон Инстервок 2021 за 499 рублей. Для нас это вообще не деньги, которые мы зарабатываем. Но вам предложат совершить покупку, потому что вы подписались на Инстаграм, и вероятно, вам эта тема в кейсах практических разборах будет интересна. И какой-то процент из вас купит. Не каждый. Но для большинства 499 рублей не такие большие деньги, так же, как для меня это не такой уж большой заработок. Поэтому, собирая подписчиков, неважно, которые сами приходят или которых вы покупаете, сразу пытайтесь им продать. Преодолев барьер и смотрящего в покупающего, вы быстрее начнете человеку продавать второй, третий раз. Потому что иначе он подписался и завис в вашей социальной сети. Умная лента может вас ему больше не показывать, и на этом все ваши иллюзии о том, что можно ему продать, растворятся в пух и прах. Составление воронки продаж в СММ. Об этом мы сегодня будем плотно говорить. Планирование съемок, организация съемок, проведение самих съемок, отбор материала, который вам нужен, ретушь, монтаж. Вот это основные вещи, которые вас ждут, если мы говорим про то, что нужно построить систему. Вот это все работает вот так линейно. Дальше там, конечно, должны стоять должности, кто это будет делать. И каждый должен понимать, когда он это делает. Это подготовка к ведению соцсетей. Некоторые из пунктов, ну типа первых там 10, это история, которая делается один раз в полгода, и больше это можно не трогать. А потом идет ведение социальных сетей. Когда вы пишете посты, размещаете посты, сторис, отвечаете на комментарии, ответы в директ, предлагаете вот это отто, one-time offer, про который я говорила, однократное предложение, напоминайте об оплате заказа, формируете заказ на складе, заполняете накладной для транспортной компании или вызываете курьера, ну и так далее. Происходит отгрузка и доставка товару клиента. Ну и в итоге еще, да, получение обязательно обратной связи о доставленном продукте или просьба клиента написать отзыв о том, что вы классный, и вы организуете таким образом некое физическое доверие вашего клиента для дальнейших ваших клиентов. И еще одна история – это продвижение социальных сетей. Кто занимается таргетом, блогерами или продвижением публикаций? Вас немного. Всех остальных это, скорее всего, все равно ждет. То есть самое интересное, что люди, может быть, подсознательно где-то понимают, что для того, чтобы продавать у себя в городе, можно положить 300 рублей на рекламный кабинет Фейсбука и сделать охватную рекламу по вашему городу. То есть это будет стоить копейки, но вы начнете мелькать у ваших посетителей перед глазами. Потому что офлайн сейчас, часто маркетинг офлайн работает хуже и хуже, поэтому нужно применять способы интернет-маркетинга. Если вы сидите в соцсети, то логично, что вы должны применять таргет. И там тоже строится система. Вы ставите цели, которые вы хотите достичь, готовите какие-то спецпредложения, подбираете исполнителей, пишете тезе или заполняете бриф, подписываете договор или платите исполнителю деньги. Он начинает все это запускать. И самое важное в конце – это проанализировать. Потому что вы, как предприниматель, в большинстве то, что здесь написано, не будете в этом участвовать. Но если вы не оцениваете результаты работы вашего исполнителя в штуках и в рублях, результата тоже не будет. Кто за что отвечает? Вот мы расписали, что надо делать. Теперь нужно понять, кто это будет делать. У нас есть организационная структура приблизительно компаний. Каждая компания – это живой организм. Он формируется по-разному в зависимости от того, какие у вас задачи, каналы продвижения и так далее. Вот вам пример того, чем может заниматься ваш маркетинг и конкретно социальные сети, специалисты по соцсетям в нем. Кто вам может понадобиться? Обычно бывает история, что есть СММ-щик, который дальше у него какие-то руки, или он все делает сам. Но в последнее время, даже не вижу, Марина Чугуевская, по-моему, здесь нет, у них 9 магазинов в Чите. Женская одежда, белья и колготок. И то у них целая команда выделена под это. Больше трех человек во всем этом участвуют. Не считая тех, кто организует подбор товара, в магазинах все делает и прочее. Ну вот, Галина, да, у вас же… Вы просто взяли на СММ на удаленку, да, перенесли в итоге. Ну то есть СММ-агентству. Вы можете не вести сами. И часто не нужно. Потому что если вы как предприниматель начинаете заниматься социальными сетями самостоятельно, кто ведет самостоятельно, поднимайте руки. Поздравляю, ваша зарплата 35 тысяч рублей и ваша должность СММ-специалист. Или там 10 тысяч рублей плюс проценты, если вы живете в региональном городе. То есть как только вы становитесь не предпринимателем, а СММщиком, вы становитесь свеклой, которая варится в борще, и вы не управляете процессом. Явно большинство из вас, те, кто сам ведет СМС, не смотрят на воронку продаж, потому что вы погружены в бизнес-процессы. Так? Так. Логично. Кто вам может понадобиться? Это набросок. Половина из этих людей может быть, их может не быть. Они могут быть в штате, на удаленке. А может быть, вы просто готовы заплатить 20-30 тысяч рублей, чтобы вам все делали под ключ. Все зависит от того, что вам хочется. Кто-то мне скажет, у меня нет 20 тысяч рублей. Но если вы их будете жабить, чтобы кого-то нанять, их никогда и не появится. Потому что вы будете тратить свое время, отрабатывая зарплату СММщика за 35 тысяч рублей, а это гарантия того, что вырасти вы не сможете. Логично. Поэтому кто такой контент-менеджер? Тот, кто пишет там статьи, тексты, посты и так далее. Он может быть и фотографом параллельно, и сторис снимать и так далее. Вы можете напихать ему сколько угодно функций из таблички сверху. Или он может просто за весь контент отвечать и его регулировать, а копирайтеру передать написание текстов. Дизайнер. Тот, кто визуал составляет, его может не быть. Если у вас хорошее природное чувство вкуса, и вы можете в базовых программах составлять какие-то баннеры, акции, или у вас есть бренд-бук, который все это разработал, то как бы ок. Трафик-менеджер или директолог, ой, таргетолог. В контекстной рекламе он… Сейчас, раз, два, три. В социальных сетях таргетированная реклама, таргетолог или трафик-менеджер. СМ-менеджер, который ведет, и обычно контролирует все процессы, фэшн-стилист, который вам организует съемки, и фотограф. Вы можете какие-то этапы здесь брать на себя. Бывает такое, что предприниматель говорит, не нужен мне фэшн-стилист, я круто разбираюсь в стиле, и я сама буду организовывать себе фэшн-съемки. Поэтому спасибо, до свидания. Это вот про то, что у вас есть вот там задачи. Да? Раз, два, три блока. Дальше вы выбираете, кто у вас будет за это отвечать, и распределяете эти задачи. Тот, кто внимательно считает, тут где-то там 45 пунктов. Если вы будете качественно внедрять своими руками, сами, как предприниматель, вот это все в работу, чтобы построить систему управления соцсетей, то вам некогда будет заниматься ни аналитикой, ни продажами, ни контролем других людей, ни закупками, ни всем остальным. Я думаю, тот, кто пытался серьезно разобраться в соцсетях, понимал, что это невозможно полноценно и качественно в одни руки вести соцсети в современном мире не получится. Просто не хватит времени. Ну, либо вы будете заниматься только этим. И теперь я не буду вам рассказывать, как делать посты и истории с руками. Об этом куча написано в интернете. Давайте поговорим, как вам как предпринимателям все-таки это анализировать. Ну, или если вы не предприниматель, а СММщик, как вам стать лучшим СММщиком в своем городе и попросить повышение зарплаты. Нужно смотреть на ваш бизнес на языке цифр. Да? Да. Как только вы видите положительные или отрицательные цифры в бизнесе, вы можете принимать правильные управленческие решения. Мы с вами выяснили вначале, что большинство из вас цифры не считает. Поэтому шаг номер один. Вам нужно определить параметры для замера. Что же вы будете в своих соцсетях считать, чтобы иметь возможность это проанализировать. Я покажу сейчас пример. Дальше вы определяете исполнителей. Какие-то пункты вы можете сами вынимать из статистики. Если у вас большой бизнес и вы управляете там девятью магазинами, то, наверное, вы не будете в табличке забивать цифры. Вы пойдете в историю запуска CRM-системы, которая будет автоматически считать. Или вы дадите задачу аналитику вашей компании, или СММщику, который будет табличку ежедневно для вас готовить, а вы в понедельник с утра ее оценивать по результатам работы за прошлый период, за предыдущую неделю. У каждого из вас будет своя история. Если вы пока маленький, или вы просто Instagram-аккаунт, у вас даже нет оффлайна, вы можете это делать сами. Но главное делать. Потом начать вносить данные ежедневно. Это большая боль. Сотрудники ваши будут саботировать и орать, что это все не надо. Они не понимают, зачем это нужно. Это отвлекает их от продаж. Они не успевают качественно обслуживать клиентов и так далее. Это самая страшная история. Саботаж внутри команды. Если ваша команда не хочет с вами развиваться вместе, пора менять команду. Можете выловить где-нибудь в коридорах Марину Чугуевскую и спросить, сколько у нее за год уволилось продавцов. И она всегда говорила мне, что в Чите, в умирающем и деградирующем городе нет специалистов, которые бы классно продавали. Незаменимых людей после пандемии нет. Потому что слишком много компаний закрылось. Это 20% рынка. Поэтому в любом городе, в любом регионе можно найти достойного качественного специалиста. Главное искать хорошо. Я переехала жить из Москвы в Сочи и думала, что там нету хороших личных помощников. Ну типа это же регион, это же Сочи, курортный город. Кто там работать захочет? Хотят там работать все. Все нормально. Еще и потом дерутся за место. Если вы умеете продавать свою компанию, и у вас в вакансии сначала идет вот столько, почему вы классный, а потом вот столько, что нужно делать. Сводить данные в еженедельные отчеты. Если кто-то из вас уже большой, прогрессивный, пользуется CRM-системой, то она это сделает за вас. И анализировать результаты недели, принимать управленческие решения. Вот это самое важное, то, чем вы должны заниматься. Не постами, не сторис, не так далее. Это все нужно контролировать. А вот это нужно анализировать. Ну и давайте теперь посмотрим тот пример, который я обещала. Компания из города Санкт-Петербург. По документам о неразглашении конфиденциальной информации я не могу вам сказать ее название. Но тем не менее. Компания из Санкт-Петербурга. Она у меня в работе. Значит, собственнице дается задание начать оцифровывать социальные сети. Дошли мы до того этапа, что мы хотим у нас 57 тысяч, мы зарабатываем цель 100. Как сделать так, чтобы вынуть 100? Собственница говорит, дает табличку СММ-щице и говорит, заполняй. Та говорит, я не понимаю. И ей говорят, заполняй, как понимаешь. Вот что понимаешь, то заполняй. Она дисциплинированно есть весь август, вносит данные в табличку. И потом, собственно, говорит, я не понимаю, как их проанализировать. Типа, Ирина, вы можете поговорить с Катериной и объяснить ей, что она должна здесь увидеть? Задача научить Катерину. И за 100 тысяч ей дают хорошую мотивацию. То есть KPI сразу выставляется. То есть за 57 она может так сидеть. А вот если ты хочешь 100 и бонусы из 100, то значит ты будешь работать. И Катерина начинает заносить данные. Тот, кто внимательно прошерстил табличку, столбец и того, уже явно увидел косяки в этой табличке. Потому что когда вы говорите человеку вноси данные и не даете ему комментариев, он вносит, как понимает. Поэтому в персиковой истории у вас будет 8 плюс 14 равно 42. Ну то есть вот потому, что Катерина не поняла, как вносить. Но Катерина, по крайней мере, попыталась добросовестно оцифровать свою работу. Что мы здесь видим? Что Катерина не работает с новыми подписчиками. Первая строчка имеет цифру 0. Дальше Катерина предлагает какому-то количеству людей оформить заказ. Их 78 за месяц. Потом, ну и, соответственно, всего предложено 78. И сколько оформила заказ? 22. Из этого получается, что из тех, с кем она пообщалась, у нее процент вот здесь, 28% людей на нее среагировало и захотело что-то купить. Это хорошая цифра. Но если посмотреть с разбивкой по неделям, то у нее бывает и 42%. И тогда вопрос, а может ли Катерина сделать так, и что ей нужно сделать, чтобы каждую неделю было 42? Потом, ну здесь она запуталась, перепутав количество людей и единиц изделий. И сама запуталась, как бы, кого она занесла. Ну, бог с ним, мы на следующем месяце это разобрали. Дальше, сколько оставила контакты людей, у нее есть цифра, сколько она сделала выручку по текущим и по новым клиентам, и сколько компания затратила денег, какой у нее средний чек, а вернее, сколько у нее средний чек в штуках и в рублях, и средняя цена единицы в чеке. Дальше собственница не смогла ей объяснить, что от нее нужно, и меня вызвали на часовую консультацию, где, говорю, у вас бесплатный консалтинг групповой, запоминаем. Я говорю, Катерина, а почему вы не общаетесь с новыми людьми? Она говорит, ну как бы задачи не было. Я говорю, ну понятно, вы же специалист, вы сами не можете догадаться, что это ваши деньги. Она говорит, ну как бы логично, но я не знаю, что предлагать, мне акции не дали. Я говорю, так попросите у собственницы акции. Она говорит, ну так это надо придумать акцию. И начинается вот это, типа мне не дали, вы не взяли и так далее. Я написала собственнице, говорю, нужно придумать Катерине, просчитать математически две акции, от которых невозможно отказаться, но которые не уводят компанию в ноль. Ну типа купите два комбинезона в сумме со скидкой минус 45% или купите один, а второй со скидкой 90%. Ну то есть чтобы мы прошли по марже, мы производственная компания, у нас там нормальный запас. И Катерина с середины месяца начинает предлагать. Дальше она продолжает работать с клиентами и предлагает им оформлять заказы. Сейчас, секундочку. Да, она офферы начинает предлагать вот в этой строчке, во второй строчке сверху. Потом предлагает оформлять заказ. Но еще один пункт, который Катерина упустила, что у нее много людей запрашивают данные, реквизиты для оплаты и не платят. Я говорю, Катерина, ну а у вас мозгов не хватает написать клиенту типа «тенс-тенс», срок действия акции заканчивается, пожалуйста, оплатите счет. Или типа «мы вынуждены будем ликвидировать заказ». Она говорит, ну задачи не было. Я говорю, ну прекрасно. В итоге Катерина криво-косо уже получает в два раза больше лидов здесь. 154 контакта вместо 78. И логично предположить, что это приведет ее сразу к увеличению продаж. Потому что она больше контактов произвела, больше людей прогрела и больше продаст. Дальше. Раз она запуталась в штуках и в рублях, мы делаем более понятные формулировки и бьем табличку на два этапа. Сколько людей она обслужила, сколько людей купила потенциально, текущих и новых, и сколько изделий они купили. Мне как маркетологу или руководителю компании это позволит понять, сколько у меня средний чек и, соответственно, сколько люди платят мне в среднем в штуках, сколько единиц покупают в штуках, и сколько они мне платят денег в рублях. Ну логичные цифры, да, для того, чтобы понять, что происходит в бизнесе. Потом я смотрю, сколько мы, ну там по затратам у них нули, сколько средний чек мы посчитали и увидели, что у нас средний чек у текущих и новых клиентов разный. А это все потому, что те, кто у вас уже хотя бы однажды купили и имеют позитивный опыт общения с вами, поэтому one-time offer – очень хорошая история. Человек купил, вы ему понравились по качеству или сервису, да, продукт, а лучше и по тому, и по другому, и он 100% придет еще раз и купит, да, потому что вы ему симпатичны. Но когда он покупает в первый раз, он вам еще немножко не доверяет, поэтому он будет вам платить меньше денег и покупать меньшее количество единиц, чтобы попробовать. Вдруг вы там какой-то кривой. Несложными махинациями Катерина вырастает на 50% и во втором месяце делает 79 тысяч, потому что она просто стала отправлять людям предложения с этими комбинезонами. Это из новых подписчиков. Ну вот, отправлен one call to action, это и есть этот one-time offer. Ну вот здесь она просто начала отправлять предложения тем, кто пишет запросы в директ и в комментарии. Вот это предложено оформить заказ. Это история, я про нее не сказала, для меня это очевидно. Человек вам пишет комментарии. Ну типа, сколько стоит? Как вы отвечаете обычно? Сколько стоит? Я вам написала, что вы дальше делаете? Я могу ответить, сколько стоит, а потом наводящий вопрос. А большинство не задает наводящий вопрос. Катерина не задавала наводящий вопрос и профукивала всех по дороге. У них здесь практически не было бюджетов в таргет, ну вот как таковых, потому что по затратам стоит ноль. Вот это естественные подписки. Просто грамотно назван аккаунт, и люди подписываются, потому что у них есть история, что там когда-то у них случайно купила мама Тимати и там сделала сториз, и там кто-то навалился за этим детским комбинезоном. Ну это такая история раз в три месяца. То есть обычно просто подружки, ну там в основном детская гимнастика, и то есть подружки постят у себя, соотмечают, и пошел вот этот сарафанный трафик. У них нету типа 300 тысяч бюджетов рекламы, иначе мы бы разбирали другие показатели. Нет, просто Катерина начала внимательно заниматься своей работой, а не как мы это делаем обычно. И поэтому дальше, когда вот здесь тоже, да, можно посмотреть, у нее нули. Катерина, почему вы вам там офферы не отправляете, да? Казалось бы, разобрали, что это работает, и дало вам прирост 50% по обороту. А Катерина три недели опять в носу ковыряет, а потом бабахает типа 130 сообщений за раз. И уже потом, когда мы указали, что вот так нельзя делать, да, копить клиентов, потому что клиент, который подписался, с меньшим процентом вероятности потом к вам придет. Это логично, он про вас уже забыл. То есть его нужно брать, когда у него актуален ассортимент. Если он подписался, вы ему нравитесь, дайте ему попытку сделки, предложите ему купить. Она начала предлагать, и сразу посмотрите на цифру, которая она вышла. Ничего в компании другого не изменилось, кроме того, что Катерина начала работать. А в итоге и Катерина бонусов нагребла, и руководство счастливо осталось. Соответственно, она стала напоминать клиентам про оформленные заказы. Это немного, ну типа 26 человек всего, казалось бы. Но вы посмотрите, относительно 57 тысяч, к какой сумме она пришла. 130 тысяч рублей просто так, потому что она стала хорошо делать свою работу. Соответственно, что она добилась? Она просто стала больше общаться со своими клиентами, которые потенциально готовы или хотели купить. Соответственно, она стала отправлять на второй таблице, вы это видите, регулярно call to action, one-time-оферы. Она стала пинать клиентов, чтобы они не забывали оплачивать заказы. Потому что мы часто… Да-да-да, сейчас я открою. А еще обычно, знаете, какая бывает история? Если вы научитесь быть маркетологами в своем бизнесе и подлавливать интересные штуки, вы поймете, когда происходит часто в компаниях небольших переводы на карту, например, или на какой-то расчетный счет, но который колбасой такой пишется, там 16 цифр. Как вы пишете? Здравствуйте, оплатите перевод на реквизиты такие-то. И вот идет вот такой текст. Попытайтесь сами хотя бы раз скопировать этот текст и вставить в платежные реквизиты вашей банковской карты. И вы увидите, что вам копируется вся эта колбаса. Поэтому верх заботы о клиенте это написать все реквизиты, а потом написать, для вашего удобства дублирую номер расчетного счета и прописать его отдельно. И клиент копирует это сообщение и вставляет свои банковские реквизиты. И тогда это будет… Ну, если у вас там не ссылка на сайт, в Инстаграме обычно бывает не ссылка на сайт, а реквизит или кто-то шлет карту. И она стала им напоминать, что, ребят, не забывайте оплачивать, ребят, приходите, ребят, покупайте. Она сгенерировала больший трафик, из которого получила больше продаж. Она разбила это все в штуках и в рублях. Мы стали четко видеть. Причем вот в той табличке вот здесь тоже ошибка. Ну, то есть кто будет потом это скринить или пересматривать, тут тоже неправильно посчитано. Почему? Потому что у нее 8 текущих покупателей, 20 там с чем-то новых. И в сумме она получает 36, 8,28. Но единицы изделия на 8 продала, типа 51, а 28,5. То есть средний чек 0,0,0 там с чем-то. И в цифрах это видно. А вот если бы цифр не было, мы бы сказали, ну, такой средний чек, ну, хорошо. Еще бы сказали, что 0,0, это нормально. Поэтому все ведь просто, да? Катерина начала больше общаться с людьми, стала с ними коммуницировать, работать по скриптам, не упускать тех, кто потерялся с оплаченными заказами. И вышло наоборот 130 тысяч рублей. В декабре она сделала 150, по-моему, 7, но я уже не приводила эти данные, потому что, ну, это нечестно. Был Новый год, и, понятно, все бежали за подарками, там, в том числе детям, подружкам и так далее. Вот такой кейс. Как вам? Поучительно? Кому понравилось? Так. А кто нашел для себя точки роста? У них нет оффлайна. Это только… У них есть сайт, ну, не рабочие они его доделывают, а это только Инстаграм. Конечно, тогда, если ты продаешь купон и приход в онлайн, у тебя должен быть некий промокод, который является триггером для замера. Мы только что… Мы вчера с Мариной Чугуевской сидели три часа и придумывали механику. А как же сделать так, чтобы нам было видно, что СММщик, директолог передал в этот… Невозможно это решить. Я не знаю другой схемы, как внедрение CRM-системы. Когда у директолога есть сделка, которая подвисает в системе, пока клиент не дойдет до магазина. Но это уже как бы новый цивилизованный уровень работы. Вручную можно подставлять костыли, но это все, ну, Белкина такая работа, Мартышкина, бега, бега. Сколько часов в неделю? Я не знаю, сколько она часов работает. Ну, вообще, ну так, по-хорошему, где-то в среднем они работают с 9 до 9. Ну, то есть… Ну, как сказать, у СММщиков уже нет выходных? Ну, то есть, ну так, если откровенно говорить. Да. А у нее была цель сначала сделать сотку, когда у нее получилось 97, она разозлилась и сделала… Сколько там? Еще сколько-то. А потом она поняла, что это все работает, и сделала 130. Ну, у них есть планерки, где говорят, вот план, типа вот твой факт, да? Как бы, ну, ты же злишься, когда у тебя получается, и тебе 3000 не хватает до плана. Ну, как бы… Ну, там достаточно нормальная Катерина, слава богу, ну, как бы, которая внимаемо понимает цифры. А потом это был внутренний уровень такой воронки для Екатерины. А еще есть внешние показатели, которые про показы, охваты и так далее, которые должен контролировать ваш СММщик, который занимается ведением социальной сети. Смотреть, ну, вот, как отклик на то видео, на все, работает ли стори-тейлинг, как у некоторых на появление человека-брэнда в компании, да, сразу показатели вверх взлетают. Ну, то есть, когда… Ну, вот, нужно замечать некоторые хронологии и учиться сводить это в общую таблицу и замечать, где тут провалы. Потому что, когда мне показывают вот такую таблицу, ну, типа, у меня 124 новых подписчика и 5 купивших. Я говорю, а что вы шлете тем, кто к вам подписался? И девушка мне говорит, ну… Я говорю, покажите, да, помните, Галина, этот кейс? Я говорю, покажите. И ученица тренинга мне пришла такую колбасу, и там, типа, 20 хэштегов, какие мы классные. Ну, типа, по хэштегу такому вы почитаете вот это, по хэштегу такому вот это. Говорю, а где попытка сделки с клиентом? Дайте ему, предложите ему возможность купить. Вы же не продаете. Откуда он будет хотеть купить? И девушка говорит, ну, мы думали, что так, типа, будет нагло. То есть вы продавать хотите или скромничать? Вот если скромничать, ну, наверное, не ко мне, потому что это не про деньги, это не про бизнес, это вот про то, что мы делаем что-то ради работы. Поэтому получается, что бизнес в конце, по итогам месяца заработал, итогу сделал, типа, 22 продажи, это значит, что это меньше одной продажи в день. Вопрос, а вы за что SMM-щику платите? Ну, то есть вот у вас человек сидит с окладом, да, скорее всего, или вы сидите в своем SMM и хотите зарабатывать 100 тысяч и делаете меньше одной продажи, потому что вы даже банально не общаетесь с тем трафиком, который к вам пришел. Конечно, это не бизнес, это вот самозанятый, это с чистой воды. И система работы в социальных сетях предполагает, что у вас есть фундамент, про который я говорила вот там в списке табличек и задач на 6 месяцев, на который раз в 6 месяцев. Это аналитика, позиционирование, брендинг, ассортимент и стратегия работы в соцсетях. Потом вы занимаетесь привлечением клиентов, ваши директологи и прочие, как их называете вы, их обслуживают, а потом вы занимаетесь удержанием и возвратом клиентов. Самое интересное, что это в принципе схема ведения всего бизнеса с точки зрения маркетинга. Вы можете взять эту систему маркетинга и приложить на любой этап работы вашей компании, на соцсети, на сайт, да неважно, куда угодно, и будет работать. Что касается трендов Instagram, я обещала их приготовить, я вам их приготовила, но боюсь, что мы не будем у нас уже нам пора прощаться. Я хотела вам еще рассказать про тренинг, который у нас стартует 15 марта. Что модно? Давайте вы просто зафоткаете, да, стори тейлинг. Вам нужно рассказывать людям истории, интриговать их, вовремя останавливаться и цеплять их на удочку того, чтобы они с вами работали. Я удивилась, когда, готовясь к выступлениям на выставке, со мной полстраны туфли выбирала, а когда я умные вещи про маркетинг рассказываю, народ читать не хочет. Буду туфли теперь постить и рассказывать, какие мои клиенты, которым я езжу за костюмом, не могут меня одеть, нехорошие. Появляется такая история, как Reels. Это новый инструмент, который появится в Instagram достаточно скоро. Поэтому следите за трендами, они будут выходить и появляться у вас. Сейчас уже в Instagram доступны гайды, и у многих уже подтянулись магазины. Можно выкладывать товар прямо лицом клиенту с возможностью посмотреть цену, составы, размерные ряды и так далее. Есть история про Яндекс.Дзен и Яндекс.Кью, Яндекс.Вопросы. Можете туда тоже заходить и спокойно в рамках… Только опять же, не надо заходить, потому что все туда пошли, и пищук сказала, что это модно. Если у вас нет ресурсов это вести, вообще не делайте это и делайте хотя бы минимально вот то, что мы разобрали в начале. Инстаграм-игры. Вот это можно делать. Вовлекайте своих людей. Делайте какие-нибудь, если вы бельевики, посты или сторис и спрашивайте, а где здесь ошибка там, почему лифт там плохо сидит и так далее, чтобы вам накидывали какие-то вопросы. Самая большая проблема это затянуть человека в коммуникацию, чтобы он хотел к вам прийти, поиграться, поотвечать на что-то, туфли вам помочь и выбрать или что-то еще. Дальше. Алгоритмы. Они меняются постоянно, за ними нужно следить. Еще раз повторюсь, есть понятие умной ленты. И вы можете быть в подписчиках, у вас может быть куча подписчиков, но, допустим, они могут не видеть ваши сторис или посты. Это нормально. Дополненная реальность. Маски в основном для небольших компаний это не инструмент, только для крупных. Новые механики продаж, шоппинг текст, но они будут еще в России, они не особо работают, за границей уже работают хорошо. Динамический таргетинг, то есть когда алгоритмы все делают за вас, блогеры и большой тренд на микроблогеров. Лучше иметь пять реклам у блогеров местных, а для регионалов, я вот вообще вам очень советую, открыть инстаграм, вы живете, например, в Вологде, и набрать стилист Вологда и позвонить стилисту и сказать, послушайте, мы классный бельевой магазин, у нас есть то-то, то-то, приходите со своими клиентами к нам на шоппинг. Мы вам все подберем, дадим вам прекрасную скидочку 10% кэшбэком от суммы покупки клиента и таким образом будем дружить. Потому что, когда люди имеют деньги на стилиста, они покупают на другие чеки, а для вас это условная бесплатность. Автоворонки, когда вы клиента ввели и дальше с ним работаете, но у вас могут появиться установки и страхи, что вам это не нужно. Поэтому приходите ко мне в тренинг, который мы стартуем 15 марта, и я все ваши мифы разрушу. Да, Галина? У нас тут сидят ученики мои. Мне очень приятно, что они приходят меня снова слушать. Если у вас нет опыта работы в маркетинге, вы можете это сделать. Вы сегодня увидели, что по большому счету маркетинг – это достаточно просто. Вопрос вашей дисциплины, заинтересованности и того окружения, который в вас верит и подбадривает вас и говорит, что да, вот эта методология, она работает, ты ее берешь. И мы были тут недавно на обучении с моей коллегой и нам выдавали шапочки студента. Когда мы берем и вот условно говоря обнуляемся, потому что я тоже дофига умная и всех учу, но каждый год я хожу на учебу к другим тренерам, потому что я учу в фэшн-индустрии, но мой бизнес связан с бизнес-онлайн-образованием. И если я не знаю трендов там, я не могу зарабатывать больше. Но самое интересное, что когда ты проходишь обучение и ты реально внедряешь, ты можешь сделать х5 по обороту за один месяц, потому что ты узнал какие-то новые инструменты и их внедрил. В маркетинге не всегда получается так быстро, потому что есть система накопительного эффекта, но если вы будете делать регулярно, вы все равно придете к росту продаж. Может не получаться. Первый месяц, второй и третий. На четвертый сто процентов всегда получается у всех. Если вы когда-то уже что-то пробовали и обжигались, ну как бы да, бывает, пора принять, простить, обнулиться и шагать дальше. Если вы не любите считать цифры и вам кажется, что в кризис не получится, это невозможно, Ирина, все это сказка, зайдите в мой IGTV, найдите интервью с участниками отрасли, с моими учениками и посмотрите. Вот те, про кого я сегодня говорила, у нас есть прям интервью и в ближайший четверг у нас будет интервью еще с одной ученицей тренинга, с Анастасией Смирновой, она тоже будет рассказывать про свой опыт и почему она так ненавидит воронки продаж и почему у нее не получается их анализировать своевременно и профукивать январь, когда в декабре был классный всплеск, потому что всплеск, продажи, все расслабились и все, и можно никого не контролировать. Уехать в отпуск, а СММщик занимается своими делами и делает по 0,5 продажи в день. Если у вас мало денег на маркетинг, их нужно более чем уверенно и эффективно распределять между собой. Если вы работаете давно, маркетинг не выстроен до сих пор, пора что-то с этим делать. В чем разница для новичков и опытных предпринимателей? Потому что если вы только начинаете маркетинг, у вас, скорее всего, много вопросов, а как делать мне? И у вас такой чистый лист, и вы начинаете пробовать разные гипотезы. Меня очень удивляет, когда люди приходят в тренинг или не приходят в тренинг, а приходят, когда поучаствовали в гивах, у них уже все аккаунты в теневом бане и такие, «Упс, а что же делать?» Если вы опытный предприниматель, вам хорошо и нужно учиться, потому что вы можете использовать свои данные для аналитики и улучшать свои показатели, но уже иметь цифры под ногами. Новичкам придется использовать чужой опыт и все равно тестировать гипотезы. Кто хочет также внедрить это под моим контролем, у вас есть несколько способов прокачки вашего бизнеса. Я вас всех зову, те, кто только начинает с маркетингом разбираться, на 15 марта на онлайн-тренинг фундамент фэшн-бизнеса построения маркетинговой стратегии. Если вы опытный, такие прожженные уже предприниматели, вы прям готовы 6 месяцев попахать, то тогда на большую программу система в маркетинге. Если вы не прониклись ко мне и вам непонятно, кто я и что я, у нас 6 марта будет практикум по разработке маркетинговой стратегии. В инстаграме, в топлинке, я сейчас покажу, где есть все ссылки, вы сможете туда перейти. И мы готовим для вас марафоны по инстаграму, давайте так. А, нет, QR-код дальше будет. Можно написать Ирина Пищук, прям пишите сразу, не фоткайте. Вы потом никогда туда не зайдете. И ляжет все это с топочкой классных фотографий в памяти вашего телефона. Открывайте инстаграм, набирайте Ирина Пищук и нажимайте на кнопку подписаться. А еще лучше напишите сразу в директ чек-лист, и вам пришлют чек-лист по проверке маркетинга. Все ссылки активные на все продукты, которыми я занимаюсь, находятся в топлинке. Вот так это выглядит. Вон там можно прийти на бесплатный вебинар, послушать. И две серых кнопки про тренинги. Про большой и небольшой. Про двухмесячный и шестимесячный. Который двухмесячный курс, который гарантированно подойдет всем. Потом можно продолжить обучение уже на большом курсе. Стартует 15 марта. В нем 7 модулей, 15 инструментов маркетинга, 12 уроков, 12 домашек и 45 шаблонов и чек-листов, которые помогут вам внедрить все изученное конкретно в ваш бизнес. За это время вы все спланируете по маркетингу, построите стратегию увеличения продаж, поставите цели компании в цифрах, подробно изучите потребности ваших клиентов, изучите конкурентов, определите сильные и слабые стороны вашего бизнеса, внедрите воронку продаж для себя, опишите концепцию работы вашей компании, клиенты будут возвращаться за покупками снова и снова, составите план перехода от торговой марки к бренду, будете продавать высокооборачиваемый ассортимент и решите, чего хотите достичь через 10 лет. Мы с вами напишем стратегию 20-31, потому что у кого она есть? Мои ученицы, отлично. Спасибо, Галина. Я знала, что вы хорошист. Учеба проходит в формате видеоуроков. Записи уроков можно смотреть 24 на 7 из любой точки планеты. Занятия на обучающей платформе GetCourse, плюс есть мобильное приложение, где вы можете, соответственно, все это просматривать по дороге куда-то. У каждой компании есть доступ для двоих человек. Вы учитесь сами, как предприниматель, и в идеале бесплатно приводите с собой ваши руки, которые будут учиться вместе с вами и помогать вам все это внедрять. Если таких рук нет, и вы понимаете, что они нужны, будете их искать, нанимать и работать вместе. В каждом уроке можно задать возникшие вопросы, получить ответы от куратора или меня. Проверка домашних заданий происходит кураторами. Я работаю с предпринимателями только в пакете «Максимум». Доступ к следующему уроку происходит после выполнения домашних заданий текущего урока, поэтому 70% учеников получают результаты от обучения, потому что вы никуда не пойдете, пока вы не сделаете то, что вам дали. Нарушить методологию нельзя, она в другой последовательности не работает. У вас есть групповой чат в WhatsApp, где вы можете общаться, задавать вопросы, нетворкинг, спрашивать у своих коллег про их опыт. Вот Галина узнает знакомые лица, это ваш чат. Вопросы, нужные файлы вам предоставляют, ученики хвастаются своими результатами. Это, кстати, ваша коллега из Мурманска, Татьяна. Обратная связь от куратора онлайн каждую неделю в формате вебинаров. В понедельник открывается урок, в среду или в четверг вечером вы собираетесь с куратором и все с ним обсуждаете. Поддержка куратора и тренера, ну и, соответственно, вы доходите до результата. Со мной вместе преподают Алексей Грецкий по брендингу и Галина Галышина по ассортименту. Кто-то из вас, может быть, ее знает, она тоже партнер Линджери. По окончании курса вы получаете сертификат, в конце происходит розыгрыш, командная игра, подарки, награждения, и те, кто будут выполнять домашние задания вовремя, вы получаете бонусные баллы, и на бонусные баллы в конце обучения можете забрать дополнительные материалы абсолютно бесплатно, просто потому, что вы были классным учеником. В программе курса функции маркетинга мы будем все расписывать по маркетингу вашей компании, чтобы вы понимали, что вам делать, кто за это отвечает, определять целевую аудиторию и делать анализ конкурентов в двух блоках, делать воронку продаж конкретно для вашего бизнеса под ваши задачи, исходя из ваших каналов коммуникации, прописывать ДНК бренда, работать с фирменным стилем и разрабатывать матрицу высокооборачиваемого ассортимента. В ритейле и в опте это выглядит по-разному. В опте имею в виду производство. Писать вам маркетинговую стратегию, в которой вы четко будете понимать, что вы делаете каждые следующие всего 12 месяцев, и будем разрабатывать программу масштабирования вашей компании. То есть, если вы хотите один магазин, значит, вы просто поймете, что вы делаете у вас один магазин онлайн, один оффлайн, и вы копаете вглубь. Кто-то скажет, что он хочет расти в ширину и, допустим, открыть 20 магазинов розничных за 10 лет в каких-то там конкретных регионах России. И мы с вами распишем, как это сделать, сколько вам для этого нужно денег. Кто был вчера на эфире, ой, на мастер-классе моем, тот это слушал. Три пакета обучения. Пакет «Я сам», где вы берете нашу методологию, но занимаетесь ее внедрением самостоятельно. Пакет «Результат», где вы будете работать с куратором. Все вот эти 7 блоков программы, про которые я проговорила, мы там изучаем. Плюс у вас чат, плюс поддержка куратора «Ответы на домашние задания». Их проверка. Моими профессиональными учениками, практикующими маркетологами. Шаблоны, чек-листы. И, соответственно, 3 месяца доступа к материалам курса после конца обучения. И в максимальном пакете 4 моих личной консультации дополнительно по 60 минут. Специальные условия для вас. 34 тысячи рублей стоит пакет. «Я сам» 39 результат и максимум 89. И вам еще всем по промокоду «Выставка» в течение трех дней минус 5 тысяч рублей. У вас есть 3 дня для того, чтобы ознакомиться с программой, ввести промокод «Выставка» и получить еще минус 5 тысяч рублей. Если вы решите поработать лично со мной, приходите, цена вопроса, ну вы ее видите. То есть если вы из большого города, то за два месяца вы заплатите почти 400 тысяч рублей. Если вы будете работать, если вы из небольшого города, то 299 тысяч рублей. Если вы решите все то же самое сделать на аутсорсинге у профессионалов, ну вот прям заняться маркетингом и нанять кого-то, кто вам это все сделает, будьте готовы потратить на это 720 тысяч рублей. Сами можете сделать под моим контролем за 39. Оформить заявку легко. Нужно навести сюда телефон. По крайней мере, вы можете открыть ваши фотоаппараты, навести, чтобы у вас осталась открытая программа тренинга, которую вы сможете дома изучить. Потом выбрать пакет обучения, ввести ваши данные и произвести оплату. Безнал, карта, все как удобно. Можно, если вы не готовы, заморозить цену, внести предоплату 3 990, и предоплата фиксирует за вами место и стоимость на 3 дня. В течение трех дней вам нужно будет сделать полную оплату. Есть рассрочка у Тинькофф Банк, если вы совсем не рассматривали обучение. Хотя, знаете, я тут встречала с своей подругой, которая сказала, Ир, ты на меня не обижайся, но предприниматель, наверное, должен иметь 3000 рублей, чтобы обучаться. Я говорю, не все понимают в этом ценность. Поэтому я столько много времени провожу бесплатные мастер-классы для того, чтобы людей с этим познакомить. Можно сделать рассрочку на 4, 6, 12 месяцев без первоначального взноса и просто оплатить себе учебу и в течение 12 месяцев за нее рассчитываться и при этом уже заниматься вовлечением продаж вашей компании. Рассрочка единственное действует без скидок. Ну, то есть так как мы за вас платим проценты, никаких скидок там не будет. Система такая же. Переходите на сайт, выбираете пакет участия, способ оплаты и вперед. Количество мест на курсе ограничено. Промо-код действует 3 дня. Если вы пойдете в большой курс, он стартует в апреле. Называется он «Система в маркетинге». Я не буду его презентовать. Это будет очень долго. Структура курса – изучить все вот эти блоки. То есть если в фундаменте мы изучаем вот эту нижнюю часть, то в большом курсе мы изучаем весь маркетинг. Приходите на бесплатные вебинары по маркетингу или практикумы по субботам. Ближайшая по маркетинговой стратегии, как я уже сказала, будет 6 марта перед праздником. Цена вопроса всего лишь 990 рублей. Не жабьте деньги. Это вам поможет выйти на новый уровень. Настало время перестать откладывать, а начать действовать. Я за ручку вас проведу от аналитики до разработки позиционирования и помогу написать маркетинговую стратегию на 12 месяцев. Я знаю, что разобраться в маркетинге самому непросто, но можно, если приложить усилия. Будьте смелыми, берите ответственность на себя. Это ваш бизнес, никто за вас его не сделает. Ни я, ни Маша, ни Паша, ни Саша. Учитесь на чужих ошибках и покупайте опыт профессионалов. Чем дольше вы откладываете то, чем могли бы заниматься сейчас, тем позже получите результат. Окно возможностей все меньше, конкурентов все больше. И помните, что быстрый обгоняет медленного. Чем более вы неповоротливы, тем быстрее вас обгонят. Мы стартуем 15 марта. Если вы с нами, приходите. Где можно обо мне подпитываться информацией и бесплатно со мной работать, если вы не хотите в тренинг? Инстаграм. Заходите, подписывайтесь. Бонус номер один. Напишите чек-лист, и вам пришлют чек-лист, по которому вы сможете проверить маркетинг вашего бизнеса. Взять сокращенные 65 пунктов и проверить. Чтобы получить бонусы, вам нужно сделать сторис с отметкой меня у себя в своем аккаунте, и моя команда вам пришлет в подарок пять бонусов, которые вы сможете использовать для своей работы. В топлинке все ссылки. На все актуальное вы можете их там брать. Можно отсканировать. Можно найти меня по Ирине Пищук. Ирина.ifmarketing. И у меня есть большой канал в YouTube, где мы выкладываем каждую неделю по средам классные полезные ролики. В том числе там есть ролик, один из последних, про декомпозицию, как заработать миллион чистыми, если у вас два магазина одежды. В Instagram он тоже лежит. Очень советую посмотреть. Если вы не с нами, проверяйте ваш бизнес по чек-листу, ищите людей, которым вы доверяете, и делайте маркетинг. В визитке можно подойти взять. Спасибо вам большое за то, что были вместе со мной. Надеюсь, вам было полезно. Спасибо большое. У нас нет времени на вопросы, но, возможно, есть каких-то два очень важных. Да все понятно. Да все понятно. Я знаю, как это «да все понятно». Ты спускаешься со сцены, и вот здесь у тебя клуб фанатов просто собирается. Клуб фанатов. Пойдемте. И потом я просто вас уже перед мастер-классом немножечко выгоняю. Давайте, у кого есть вопрос хороший? Кто еще что-то хочет спросить? Ира, я думаю, это в личной беседе. Возможно, это будущие твои ученики. Они тебя лично спросят, их еще больше очаруешь, и тогда они точно будут с вами делать первый и второй вопрос. Давайте. Мы долго уговаривали. Это вопрос с подвохом. Потому что это мой преподаватель, который вырастил во мне маркетолога. Ну зачем секреты все выдавать? Ирина, я хотела бы узнать, почему вы выбрали маркетинг, а почему вы здесь? Потому что вы меня влюбили в маркетинг в 2010 году. Почему маркетинг? Потому что я безумно люблю… Знаете что? Я работала ведь 17 лет в продажах, и я получала истинное удовольствие, когда ко мне приходили люди, я своей работой помогала им решать их проблему. Вот почему я люблю маркетинг. Потому что маркетинг основан на выявлении потребностей клиента. Вот это нужно понимать. Не будет продаж, не будет любви к вам как предпринимателю или к бизнесу, если вы втюхиваете и ведете не экологичную игру. Почему меня любят на рынке, почему у меня большой канал в YouTube? Потому что я честная, потому что маркетинг помогает мне помогать другим людям. Единственное, на чем я себя словила в последнее время, это в том, что я слишком много делаю бесплатного для людей, а люди это не ценят. И приходя на всякие мастер-классы, эфиры и так далее, люди, ну типа да-да, мы поняли, потом приходят ко мне после вебинаров здесь на мастер-классы, говорят, мы три года вас слушали и все типа грелись. И как мы жалеем, что мы потеряли столько времени. И, ну, наверное, в маркетинг, потому что это возможность помочь другим людям стать лучше. И я сейчас, ну, я действительно, меня очень бесит, когда я приехала в Москву, я сейчас переехала жить в Сочи, я устала от всей этой экологии и суеты. И я спустилась вчера в метро, позавчера, и это вот серая масса людей, бегущих, страждущих и так далее. Ну почему нельзя одеть красивые блузы? Ну почему нельзя купить красивый комплект дверья и просто улыбнулся, потому что у тебя изнутри там огонь? Да, ну вот почему нельзя? Потому что мы приходим, на нас рявкают продавцы и так далее. Потому что моя работа помогает делать мир лучше. Вот поэтому маркетинг. Продолжение следует...